Утро, день восьмой. Встречаем его на балконе в своей жилище апартамента. Любуемся горами в лучах рассвета. Солнышко встало из-за гор и постепенно перемещается в сторону моря. На улице пока еще утренняя прохлада. Но город, несмотря на то, что воскресенье уже вовсю живет, ездят машины, маршрутки. А на море уже пошли первые отдыхающие туристы насладиться одиночеством в морских водах, тишиной моря. Сейчас туда пойдем и мы время 8 по местному, 7 по Москве, а люди уже купаются. День седьмой. И третий день в Кабулете. Завтра уезжаем в горы и дальше уже в море только у реки приедем на денек. Все, наслаждаемся пляжем. Корабль грузинской пограничной службы. Ампушка спереди какая-то. Свинина. Какая красивая, аппетитная. И суп харчо по-грузински, да? Нет. Из баранины. А что это? Суп из грузинской баранины по коляну. Как здорово. Свинину нужно нарезать крупными кусками и первые несколько минут прям хорошо ее прожарить с обеих сторон, чтобы куски были прям жареные. После этого поставить немножко потомиться уже под крышкой. Вот. И не жалейте масла, чтобы свинина не перегорела. Вот. Самое главное, все это мы делаем вкусный воздух, отличные, покажи, отличные там виды и никаких затрат на кафе. Свинина, кстати, стоит здесь 16 лари, баранина 18 лари. Центральный рынок, это в одном из наших видео уже есть. Вчера пожарил баранину, сегодня вот жарю свинину грузинскую, уж пользуясь тем, что у нас здесь есть плита, сковородка. А вот у меня уже семейство кушает. Что кушаете? Супчик вкуснятина. Супчик вкуснятина с бараниной тоже сварил вот с остатками вчерашней баранины. Накидал туда картошки, перчика, помидорок, чеснока, лука, соль, перец. И вот что получилось. Говорят, вкусно. Очень, очень. Ну, сейчас попробую и я. Так что можно и самим тут питаться. И очень даже эффективно. Джорджия Палас Хотел и Спа. Вот этот отель пятизвездочный располагается недалеко от нас. У них свой бассейн, свой парк, свой пляж. Это такая. Потом посмотрим, сколько у них номер стоит. Ну, где-то, по-моему, 10-15 тысяч рублей на двоих, на троих. Решили сейчас на Успедах прокатиться, по-моему, в противоположную сторону. В от той, от которой вчера на рынок ходили, чтобы полностью изучить по максимуму кубулей, перед тем, как завтра уезжать отсюда. А вот парк, где маленькие детские аттракционы есть. Фонтан. Вот мы тогда его не застали, сейчас вот фонтан бьет. Такой асфальтовый. Зелено, пальмы, елочки. Красиво. А теперь посмотрим, что там дальше. Туда мы еще даже в прошлый раз не проходили. Первый день нашего приезда. Вот детский парк, он здесь заработает в полную мощность. Через час-полтора, когда солнышко начнет заходить за море. Сейчас тут тишина. Нет никого, потому что жарко еще. Время около шести, по-грузински. Ну вот, чем дальше, тем более новая брусчатка идет. Даже кемпинг есть. Люди прямо к морю подъезжают на машины. И здесь начнет отдых на все варианты. Неожиданно набережная заканчивается. Впереди еще несколько километров Кабалетти и пляжи. Причем, чем дальше, тем почему-то людей все больше и больше. Так кажется, по крайней мере. Какие-то высотки, похожие на гостиницу Пицунди. И сосны, 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 сосны. Красивые, зеленые, душистые. В связи с завершением набережной переехали на улицу, на которой располагается наш отель. Наши апартаменты. Как наша улица зовется? Не помнишь? Да, улица со сложным названием. Ну, вот такая же улица есть в Тбилиси. Ну, самое главное, центральная курортная улица Кабалетти. Тут две улицы. Одна Руставели и вторая вот эта наша. Виды на эту улицу одни и те же. Слева заросли сосны. Сосны, а справа отели и кафе. Мапсми сказал, что здесь где-то есть смотровая площадка. И вот мы за ней сегодня поехали. И вот на такую красоту деревенскую выехали. Вот лошадки. Белая лошадь, как в сказке. А рык такой. Где я в 86-м году типа такого же в градобане. Ребенком в 85-м уже и ловил. А вон там, видимо, есть смотровая площадка как раз. Деревянная. Сейчас доедем, посмотрим. Перебираемся по мосту. Ну-ка, что тут за живность в этом арыке? Обычно там уже гадюки бывают. Сейчас это только от коровы. Такая прям сельская-сельская картина. Очередное препятствие. Откуда он у меня? Комары кусают. Вот, сейчас. На велосипеде уже рисковать не буду здесь проходить. Переду пешком. Отъехали мы где-то на 700 метров. От Кабулете. Тут такие, какой-то болотистый заповедник. Таблички. На грузинском и английском языках. Языках с подписями растений. Такое неожиданное приключение у нас получилось сегодня. Блин, а мостик-то шатается. На каких-то веревочках держится. Вот. Так, прошел. Только в змеюку никакую тут не побеспокоить. И вот эта смотровая площадка. Надеюсь, она еще держится. Забрался я по ней на самый верх. Где-то метров 7-8 высота. И она, видимо, признана для того, чтобы полюбоваться зеленью вокруг этой речушки. На этом болоте. Ну, что так? Неожиданно, симпатично. Не вау, но прикольно. Такая неожиданная достопримечательность в Кабулете. Ну, и что, побывал я на этой вышке, которая отмечена на Мапсме. И возвращаюсь по этому хрупкому мостику, в конце которого меня ждет моя любимая. Привет! Привет! Я размещаю пост в инстаграм. Новая коллекция от Армани. Кепка красная, шорты синий-кленчатый, футболка полосатая. Интересно, здесь вместо лежачих полицейских используют вот такие вот тросы корабельные. Так, у нас 2 минут 18, чтобы приехать 3 часа и сдать велосипеды. 3 километра проехать. Все, наша гонка завершается. Я, как обычно, пришел первый. Но ко времени успели. Прокатились. А вот мы снова на вечернем пляже Кабулете. Солнышко уже готово. Через час-полтора-пять радует нас прекрасным закатом. А мы пока пойдем порадуемся прекрасной теплой августовской водичкой. Мы с Женькой теперь знаем, почему народ постоянно отдыхает в августе. Почему в августе дороже. Никогда в августе не выезжали. А теперь понимаю, самое классное море сейчас. Теплое. И из него выходить не охота. Даже какой бы воздух ни был на улице, море теплое. Закат с балкона я еще не снимал с нашего. Маленько покупались, вернулись. Отдохнуть, арбузико поесть. И подумать, что вечером будем делать. Куда отправимся. А на море уже вот такой закат. Красиво. Красиво. Супер. Люблю Черное море. Люблю Грузию. Люблю Кагулетти. Люблю Грузию. Люблю Джон.